Изначально Ноут задумывался глобальной моделью, а машина первого поколения даже была успешной на российском рынке. Но второй Ноут до нас не добрался, а со временем его убрали из Европы и Америки. Однако в родной Японии это до сих пор бестселлер компании Nissan, причем больше половины спроса приходится на гибридную версию e-Power, которая появилась в 2016 году. Поэтому Ноут третьего поколения вышел без задержек, а его концепция оптимизирована под вкусы японских покупателей. Новая пятидверка компактнее прежней, это конечно еще не кейкар, но длину уменьшили на 55 мм, 4045 мм, а высоту на 15 мм, до 1505 мм, хотя ширина осталась прежней, 1695 мм. Колесная база, которая у первого и второго поколений была одинаковой, 2600 мм, теперь тоже сокращена до 2580 мм. Мутировал и силуэт, капот стал более горизонтальным, изменена фамильная форма бокового остекления, увеличен наклон заднего стекла. Дорожный просвет всего 120 мм, хотя для японских дорог этого достаточно. Интересно, что два из трех вариантов предложенных колес, это стальные штамповки, 15 или 16 дюймов, а легкосплавные колеса положены только топ-версии. Зато светодиодные фары есть уже в базе. Ноут переехал с заслуженной платформой V на модульную тележку CMF-B, хотя архитектура шасси прежняя, стойки MacPherson спереди и полузависимая подвеска сзади. А еще это первый серийный Ниссан в Японии, в кузове которого использована сверхвысокопрочная сталь. При этом снаряженная масса осталась на прежнем уровне, 1190 килограммов. Чисто бензиновых версий в новой гамме нет, отныне Ноут, это только гибрид. Силовая установка и Power, которые оснастили уже более 430 тысяч Ниссанов, доработанной теперь официально называется вторым поколением. Напомним, она представляет собой последовательный гибрид, колеса вращает электродвигатель, а бензиновый мотор работает только в режиме генератора и управляется исключительно электроникой. У нового Ноута отдача электродвигателя на передней оси увеличена со 109 сил и 254 момента до 116 сил и 280 момента. Инвертор теперь на 40% компактнее и на 30% легче. А опционный полный привод теперь не номинальный, а самый что ни на есть функциональный, мощность дополнительного электромотора на задней оси увеличена с 5 до 68 сил. Теперь он работает не только во время старта, а во всем диапазоне скоростей. У всех версий предусмотрены три ездовых режима электроники, E-Call Normal Sport. Бензиновый двигатель прежний, это трехцилиндровый атмосферник 1 и 2, мощность которого увеличена с 79 до 82 сил, хотя тяга прежняя — 103 ньютон-метра. Но главное, что программа управления этим мотором стала намного сложнее. Электроника держит обороты колен вала на более низком уровне, чем у прежней модели, снижая назойливый шум мотора, ведь в режиме генератора он работает с постоянной скоростью. Но во время движения по плохой дороге или автостраде, когда повышается общий уровень шума, допускается повышение оборотов. Цель — сделать работу ДВС как можно менее заметной для седоков. С этой же целью усилена шумоизоляция салона. Да и в целом интерьер ноута уже не такой бесхитростный, как у предшественников. Приборы нарисованы на 7-дюймовом экране, у медиа-системы — 9-дюймовый тач-скрин. Центральный тоннель теперь двухэтажный, с большим отсеком внизу, ведь джойстик управления трансмиссией работает по проводам. В компании обещают, что на втором ряду по-прежнему просторно, ведь это одна из главных компоновочных особенностей ноута. Спинка заднего дивана имеет регулировку наклона. Наконец, у новой модели появилась очередная версия системы ProPilot, то есть трассового автопилота. Надстройка NaviLink позволит системе ориентироваться на дороге не только по камерам и датчикам, но и по данным навигационной системы, это позволит заранее сбрасывать скорость перед знаками или поворотами. Продажи нового ноута в Японии начнутся уже в декабре, переднеприводные машины будут стоить от 19 тысяч 400 долларов. Полноприводные версии подтянутся в феврале, но в компании до сих пор не уточнили, станут ли поставлять машины на экспорт. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.